Всех приветствую на своем канале. Сегодня у нас очередная книжка, очередной книжный подкаст. Сегодня мы посмотрим с вами работу Джорджа Оруэлла. Называется книга у нас «Да здравствует, Фикус». Прежде всего хотел сказать, что когда увидел эту книжку на полке, я подумал, блин, это знакомая какая-то фамилия, кто же это, кто же, кто же. И потом только уже на последней страничке я увидел, что это автор всемирно известной антиутопии 1984. Но 1984 я не читал, поэтому я не знаю, насколько она реально классная. Знаю только вот то, что прочитал совсем недавно «Да здравствует, Фикус». Интересно то, что это одна из тех книжек, которые я привожу из Беларуси. Когда я отдыхаю в Беларуси, я покупаю там книгу, причем, по-моему, в одном и том же магазине каждый раз. Так как цены там немного отличаются от наших, к которым мы привыкли, стоит эта книжка всего лишь 61 600 рублей. Но если это переводить на наши деньги по сегодняшнему курсу, то это получается сколько? 200-36 рублей. В принципе, неплохо, с учетом того, что примерно столько стоят те книги, которые я обычно покупаю. Ну, за некоторым исключением, стоимость иногда падает до 150 рублей. Ну, вот это Хэнк Муди, например, стоил примерно столько. Ну, да не суть. Когда читал, какой же жанр предполагается в данной книге, я узнал, что это антиутопия. Хотя, например, на самой книжке написано, что это горький ироничный роман, во многом автобиографичный. Ну, не знаю, может быть ироничный роман, но мне кажется, это больше сарказмом веет. Значит, главным героем у нас является Гордон Комсток. Может быть, кто-то играл в Биошок Инфинити, в третью часть, последнюю часть сериала Биошок, и там был тоже Комсток. Правда, тот Комсток был немного другой, хотя тоже очень близок был к антиутопии. Но давайте, прежде чем перейдем к самой книге, давайте поговорим о жанрах. Я, конечно, не литератор и даже не критик, но, тем не менее, все-таки стоит поговорить об этом. Значит, у нас есть такое понятие, как утопия. Утопия у нас – это жанр художественной литературы, который показывает нам модель мира, безупречную модель, то есть идеальную. Что, в принципе, обычно говорили наши государственные деятели, когда строили социализм, капитализм, да и все остальные измы. Вот. И, естественно, этот утопичный мир, он невозможен, к нему невозможно прийти. Вот. У меня есть в прочитанных книжках Олдиса Хаксли, называется она «О дивный новый мир», который, в принципе, можно назвать утопией. Однако, прежде чем называть это утопией, следует узнать, что же такое антиутопия. Моя жена посчитала, что антиутопия – это жанр, который представляет мир как, наоборот, возможный. То есть, утопия – это невозможный мир, а антиутопия – это возможный мир. Однако, это не совсем так. Итак, что утопия, что антиутопия, они невозможны. Сколько бы ни придумывали, сколько бы ни пытались к этому прийти, не получается. Утопия – это положительный мир, а антиутопия – это отрицательный мир. То есть, везде, где есть какой-то гнет, где-то принуждение, то есть, все, что не очень природно, как мне кажется. И, обращаясь к Хаксли с его дивным миром, у него мир устроился также на классовости. Там точно такой же был класс, как и сейчас во всем мире, во всех государствах. Единственное, там с помощью генетики прививали любовь к труду, любовь к отдыху, любовь к каким-то определенным действиям, страх перед какими-то действиями и, конечно же, ненависть перед другими классами. Вот. И таким образом был создан, так сказать, дивный, нереальный мир, где все работали, не было никаких бзиков ни у кого, все могли отдыхать, все могли там курить, пить. То есть, мир такой потребителей, там нужно было обязательно производить что-то. Вот. С одной стороны, это неплохо было. Ну да, это классная утопия, да, все живут в мире, да, есть правители свои, то есть, правителя обязательно надо было вырастить, то есть, все выращивались из пробилок. Проблема заключалась только в том, что все друг друга были братьями и сестрами. И здесь человеческое пропадает, как мне кажется, потому что это как 3D-принтер. Людей выращивали, выращивали, где-то добавляли чуть больше спирта, чтобы он тупеньким вырастал и был как, не знаю, там, типа дворника там или строителя какого-нибудь. Где-то чуть меньше спирта, чтобы он был прорабом этих строителей, ну и так далее. То есть, определялась классовость таким образом. Вот. И с точки зрения самого мира он утопичен, он идеален. Там нет преступлений, там нет каких-то войн, там нет ничего. В принципе, даже люди согласились на этот мир, когда его создавали. Но и там есть антиутопия. Потому что это все равно какие-то рамки, ограничения. Это точно такой же невозможный мир, который, ну, невозможно создать. Даже если вы будете каждый раз клонировать людей, все равно какой-то процент, шанс того, что все пойдет крахом, будет. И, собственно, когда я читал «Дивный мир», я думал, что это все-таки утопия. Но нет, оказалось, что это антиутопия. Думаю, ну ладно, посмотрим, что же нам предложит Оруэлл. Рассказ идет, в принципе, от первого лица, то есть от Горна на Комстока. Это у нас молодой парень. Ну, как молодой, мы там тридцатник был. Вот, жил он одно время при дворе. Он был не очень зажит, ну, не крестьянин, конечно. Ну, такой нижний класс, наверное, у среднего класса. То есть нижняя граница среднего класса. Сама семейка была не очень богатая, но, в принципе, позволила отправить самого Комстока учиться в достаточно престижный институт. Где он учился, как вы понимаете, на писателя. Почему на писателя, и как вы понимаете, ну, по той причине, что практически все книги, которые я вот в последнее время прочитал, почему-то говорится именно про писателя. Я не знаю, с чем это связано, но как-то попадаю на них. Ну, наверное, только... А как это... Единственный, кто выпендрился, так это Гек Финн и Том Сойер. Вот. Отучившись на писателя, он не пошел никуда работать, ему это неинтересно стало, и, в общем-то, такая инфантильная личность. Проблема заключается вот в чем. Почему все-таки это ироничный роман, как пишет редактор всей книги. Проблема заключается в том, что господин Комсток или товарищ Комсток считает, что деньги – это ничто, это ненужная вещь, которую используют только низкие грязные люди. Ну, в принципе, это закономерное осуждение, с учетом того, что у него в это денег как раз и не было. Поэтому, когда он получил первый аванс вознаграждения за свои проданные стишки какие-то, он, естественно, прокутил только так. Потом, конечно, сожалел, что он дурень такой, 5 фунтов, 5 фунтов стерлингов, по-моему, прокутил за один день и не отдал долги даже своей любимой старшей сестре. Когда читал эту книгу, мне представлялся один персонаж, он есть в YouTube, ссылку на него я давать не буду, потому что я не хочу захламлять вам голову ересью. В общем, этот человек постоянно говорит о том, что деньги – это говно, уж простите меня за прямоту. И при этом он как бы не хочет, например, переходить на товарно-материальный обмен. То есть он не хочет, не знаю, поехать в деревню и начать, допустим, выращивать какой-нибудь скот или картошку засаживать и жить этим, питаться. В принципе, это возможно делать. Но он этого не делает и вымаливает у своих подписчиков, которые смотрят его, там у него около 400 человек, вымаливает, чтобы они ему платили. И он эти деньги тратит, во-первых, на еду, ну это понятно, хоть чем-то он должен питаться. Питается он не очень качественно, можно сказать. Он платит за хату и он, внимание, сжигает эти деньги. То есть ему платят за то, что он сжигает эти деньги. В принципе, можно было бы его привлечь к какой-нибудь ответственности, потому что, возможно, вы знаете, возможно, нет. Но деньги, которые лежат у вас в кармане, вам не принадлежат. Это деньги государственные. Это собственность государственная. А за порчу государственной собственности есть какая-то ответственность. Я не буду сейчас влезать в законы, не хочу, но не суть. И что Комсток, что вот этот персонаж, о котором я говорю, они вот бедняки. У них немного туповатое мышление. Да, конечно, Комсток начитанный, это по нему видно. Вполне себе презентабельный, так сказать, юноша 30-летний, который работает в книжной лавке, за какие-то копейки снимает какое-то копеечное помещение, где он живет, где не отапливается, где воняет плесенью, ну, всякими грязными носками, фу, гадость. Вот. И он тупо твердит о том, что деньги – это грязь. Все бы, конечно, неплохо, если бы не его глупое измышление. Потому что к деньгам он привязывает абсолютно все. Да, конечно, в современном мире мы с вами за деньги учимся, за деньги, в принципе, работаем. То есть мы работаем, чтобы нам платили эти деньги. Мы покупаем еду, одежду, обучаем уже своих детей. Покупаем себе компьютеры, микрофоны, чтобы записывать и слушать эти подкасты мои. То есть все это, конечно, делается за деньги. Вот. И он проклинает этот мир, ему это не нравится, но при этом он и не хочет получать за даром. Что же он хочет, я так и не понял. Вот за все время его войны против этих денег я так и не понял, что ему нужно вообще. Потому что принять какую-нибудь подачку от своего друга, который был достаточно богат, он не хотел. Он не хотел этого принимать, потому что он думал, что потом его друг скажет, давай деньги, это их рассорит. Поэтому он сразу начинал ссориться, не брав деньги. Ну, в общем, бред. Вот. Мне кажется, это от инфантилизма и отношения его родителей к нему. То есть мне так кажется. Вот. И на протяжении сколько тут, трехсот страниц он боролся с деньгами, даже работать не устраивался. Хотя ему предлагали там в каком-то издательстве, в рекламном агентстве, как, кстати, в 99 франков. Вот. Он там тоже придумывал тексты для того, чтобы продать какие-нибудь чипсы, глазные капли и еще какую-нибудь хрень. Вот. При всем, при том, какой был комсток, то есть этот грязный оборванец, который ненавидел практически всех. Ненавидел фикус. Кстати, о фикусе. Почему он ненавидел фикус? Потому что в фикусе он видел символ богатства, какой-то положительной энергии, получаемой от денег. То есть вот фикус для него вот был вот этим вот символом. Поэтому тот символ фикус, который стоял у него, так сказать, в номере, где он отдыхал и гнил, он его там плевал непонятно чем, убивал, таким образом как бы боролся еще и с самим собой. Вот. И при всем, при том, какой он был, у него была любовь. Он влюбился в девушку, ну как девушку, ей тоже подтридцатник. Ну вот, она работала там до изнемождения, зарабатывала примерно столько же, сколько и он. То есть вдвоем они зарабатывали худо-бедно. Он и любил эту девушку, и злился на нее. Злился он почему? Потому что, объясняя логику, эта логика тоже очень сложна, и она мне непонятна. Потому что я, честно говоря, бы так не поступил. Да и надеюсь, что его тоже. Он ее хотел чисто платонически, потому что физически он не мог себе ее позволить. Потому что что? У него не было денег. А зачем ему нужны деньги? Для того, чтобы, во-первых, снять нормальную комнату, куда позволит хозяйка дома пригласить девушку. Раз. Денег нет. Во-вторых, чтобы он нормально выглядел. У него на это денег тоже нет, потому что он ходит в оборванном пиджаке и в рубашке, без пуговиц. Третье. Ее надо пригласить куда-нибудь в какой-нибудь ресторан. На улице-то не поешь особо какой-нибудь гадости. Если ты только нажрешься. Четвертое. Если она залетит, а она залетит, потому что, судя по всему, ему такие вещи, как презервативы, были чужды. Родится ребенок. А если родится ребенок, то на ребенка нужны деньги. Опять этот чертов фигус возникает. А дети же не могут жить без родителей. То есть, отец и мать должны быть. Опа свадьба. А у нее у... У самой любимой, там ее как Розмари зовут. Родители будут не очень согласны, что у нее муж-то бедняк. Опять удивление, опять страдание, опять тыканье пальца, что вот ты бедняк, вот ты глупый человек. Ай-яй-яй, фу-фу-фу. И это его бесило еще больше. Поэтому при каждой встрече они ругались. Причем сама Розмари, например, она не понимала вообще, что за херня происходит у комстыка в башке. Но при этом она его принимала. Вот. И в общем, на протяжении практически 300 страниц мы читаем о том, как вот он борется с самим собой. В какой-то определенный момент он понимает, что он полный лошара. Забухав, его увольняют с работы. Потом он все-таки где-то находит место, он нанимается за еще меньшую стоимость, за меньшую зарплату работает. В общем, начинается самобичевание. Он находит еще какую-то, еще более гнилую квартиру, живет в ней. Вот. Разрывает со всеми контакт. Вот. И, в общем-то, медленно-медленно опускается вниз, в сточную канал. Вот. При этом он анализирует каждый раз. Вот, вам нужны деньги, вам нужны деньги, вы все грязные, вы все мертвые. Вообще весь город мертв. Книги и стихи я не могу написать, потому что город мертв, и стихи у меня мертвые. То есть, ну, что-то какая-то хрень. Реально мне иногда хотелось, пока я читаю, просто подойти к главному герою, дать ему хорошего леща такого, так чтобы, затрещину такую, чтобы он, блин, просто перестал нести этот бред. Книжка интересная, на самом деле. Я ее читал, ну, я ее достаточно быстро прочитал, я только сто страниц в поезде прочитал, пока ехал в Москву. Вот. Но сам персонаж меня, конечно, очень удивил. И реально он напомнил мне того вот ютубера, который считает, что деньги это полное говно, но ему они нужны. И он их сжигает, но при этом еще и кое-как питается. То есть, ну, это просто такой бред. Это просто жесть, на самом деле. Но единственное, что меня порадовало в этой книге, сейчас будет спойлер, поэтому, если кому интересно прочитать самому книгу эту книгу, заткните уши, либо выключите. Значит, спойлер заключается в том, что он наступил себе на горло и перестал думать так о деньгах. Возможно, мысли остались, но, тем не менее, он устроился на работу. Почему он это сделал? Все мы люди все-таки где-то нежные, где-то романтичные. Что-то в нас все-таки есть, что отличает от животных. А может быть и нет. Может быть, наоборот, мы все-таки животные. Сколько раз я видел, сколько раз вы видели, слышали такие новости о том, что если в вольер с какой-нибудь гориллой обозленной падает маленький ребенок человеческий, она его принимает и защищает, и не разрывает ее. Сколько показано было ситуаций, когда львы, которые видели, что упала маленькая антилопа, которую, в общем-то, они должны сожрать, львица выбегала и защищала эту антилопу. То есть, столько вариантов случаев было. А люди, они все-таки своих детей, законорожденных или даже незаконорожденных, убивают, выкидывают мусорки, ну и тому подобное. Ну, кошмар на самом деле. И вот здесь, вот здесь раскрывается на самом деле сущность. Сам даже Комсток говорит о том, что он прозрел и повзрослел. Он понял, что до этого он жил неправильно. В тот момент, когда он практически опустился на самое дно, когда ему еле-еле хватало денег заплатить за хату, к нему пришла Розмари. Она с ним поговорила и, ну, в общем, дала она ему. Переспали они. Вот он отвернулся, она ушла. Через какое-то время, прошло практически полтора месяца, она пришла к нему в книжный и сказала, что беременна. Однако, ну, сам Комсток изменился в лице, ничего, по-моему, даже не сказал. Вот, но при этом Розмари сразу сказал, что я накоплю денег, у меня они есть, я у родителей попрошу и я сделаю аборт. В принципе, если бы Комсток оставался таким же жестким, он, наверное, сказал, да-да, давай, я тебе еще там 30 копеек дам и давай, типа, свести. Вот, тем не менее, он попросил ее отсрочить на день. Для чего? Он стал думать, что же делать, что же делать. Во-первых, это пополнение в семье Комстоков, а он практически последним был мужчиной, который мог дать приплод. Все остальные уже старые маразматики, которые в носу ковыряли до жопе. Вот. Это мысль его грела. Во-вторых, ему было интересно, что же это такое. И он пошел в библиотеку, где попросил книжку по беременности, увидел там червячка такого, конечно, он еще удивился, что там такая хрень плавает. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, сама только мысль о ребенке заставила его вернуться к Розмари, пообщаться с ней и оставить ребенка. Ну, и через какое-то время они расписались. Ну, а после того, как расписались, Розмари у него спросил, типа, не хочешь ли ты сходить туда, где тебя ждут? Как я ранее говорил выше, он работал в агентском бюро, где, в общем-то, придумали слоганы, фразочки ко всяким предметам роскоши и, там, не знаю, к аптекарским каплям и тому подобное. Вот. И директор этой компании сказал, что, типа, если тебе понадобится все-таки работа, и ты решишь вернуться, я тебя возьму. Он вернулся. Вернулся в итоге на эту работу. Вот. За неплохие деньги он начал там работать. Вот. То есть, он поменял свое мнение. То есть, да, конечно, деньги это говно, но когда он пришел к Розмари и сказал, что я иду работать, она удивилась и сказала, ну, как так? Так, я тебе не хочу принуждать, там, что у меня есть ребенок, что вот мы женаты, там, и тому подобное. Я хочу, чтобы ты жил своей жизнью, там, я какое-то время поработаю, потом мне родители будут помогать, как бы, ну, выживем. Вот. Он сказал, нет, я мужчина в доме, я должен зарабатывать. Хотя вот эту фразу, типа, то, что все мужчины должны работать и тому подобное, он презирал и ненавидел. Но он отринул это и сказал, что я мужчина, я должен зарабатывать. Они сняли какую-то комнатку со своей кухни, со своей ванной, там, туда-сюда. И что самое интересное, когда они стали, там, смотреть, куда что расставить, он сказал, нужно купить фикус и поставить его на самом видном месте, там, на окно. Сам Розмари сказал, что за херня, ты что, надо мной издеваешься, что ли? Ну, тем не менее, он настоял, чтобы пойти в цветочную лавку и купить фикус. То есть, тот самый символ, который он ненавидел и всячески презирал, уничтожал, уничтожал себе, старался уничтожить своих друзьях, единомышленников. То есть, все вообще. Он переродился. И переродился он в 30 лет, когда ему стукнуло 30, мать его, лет. Да, конечно, конечно, книжка достаточно поучительна, в том плане, что никогда не знаешь, когда все в твоей жизни поменяется и почему это поменяется. Комстоку потребовалось зачать ребенка, да, то есть, помочь зачать ребенку. Он именно с этого момента прозрел. Утопией же, или точнее антиутопией, является именно его внутренний мир. То есть, не вот в Хаксли было, этот дивный мир был общий, то есть, земной, на таком аж уровне. А вот у Орула утопия была внутри всего лишь единственного персонажа. Это вот борьба, вот это, конечно, очень эпично было. То, как закончилось, я примерно предполагал, что так и будет. Но Орул сделал, насколько я думаю, достаточно правильно. Он эту развязку сделал на последних двух страницах. Ну, обычно, когда мы читаем какую-то книгу, да, вот Хаксли, я примерно на второй-третий узнал, чем же это все закончится. Хотя я и не читал ни Википедию, ничего. 99 франков было понятно. Ну, в принципе, было понятно, чем закончится Гек Финн с Томом. Ну, Тома Сойера я просто знаю, смотрел мультик. Фильм советский. Какие-то другие книги, ну, возможно, Хэнка Муди, я бы, наверное, тоже понял, чем это все закончится. Ну, в принципе, ничем. Ну, какие-то другие книжки тоже, в принципе, вполне себе адекватны. Ну, вот у Орула это закончилось буквально на второй странице с конца. Мне это понравилось, честно. Мне понравилась книга, хотя герой, конечно, просто меня бесил через какое-то время просто вот адски. Вот. Что же я хочу сказать в заключении? В заключении, наверное, я скажу следующее. Я хочу купить себе вот этот антиутопичный роман 1984. 1984. Кроме того, тут рекомендуют еще почитать Скотный двор. Хотя, честно говоря, Скотный двор, вот, это я, по-моему, единственное, что в магазине не видел. Вот 1984 постоянно. Фикус тоже постоянно. Фикус я вообще взял только по той причине, что у меня за спиной стоит фикус. И мне хотелось узнать, что же там за хрень такая. Вот. Ну, видимо, не зря. Потому что мой тофикус – это очень классная штука по той причине, что я его купил лет 14 назад. Попросил маму его купить. Он у меня стоит весь такой классный. Зимой, конечно, сбрасывает листочки. Но летом у него просто реально классное дерево. Бабаб такой здоровый. Вот. Поэтому купил чисто случайную книгу. Но не прогадал. Хэнка Муди, честно, я его зря купил. Надо было, наверное, все-таки скачать, не давать денег автору, потому что это мутня полная. Наверное, с Биг Бэдером, который написал 99 франков, такая же фигня. Лучше бы я фильм посмотрел, на самом деле. Вот. А вот Хаксли, Хаксли тоже, кстати, Дивный мир. Я вам тоже его рекомендую почитать. Достаточно интересно представляется мир будущего. Там именно мир будущего. Здесь-то Оруэл пишет как раз-таки о небудущем. Там какой-то, какой, 1903, по-моему, год, 1908 описывается. Поэтому тоже достаточно интересно. Но самое главное, это, конечно, война героя со своим внутренним я. Вот. На этом, я думаю, попрощаемся. Долго, наверное, уже тут говорю. Я не вижу таймера. Нет у меня его на экране. Надеюсь, вам понравилось то, что я рассказал. Если не понравилось, ну, обязательно пишите. Пишите, чтобы еще мне почитать. Порекомендовать, что мне почитать. Ну, прежде чем отключимся, давайте я расскажу. Мне один мой друг сказал, что мне надо из головы выбить всякую муть и почитать что-нибудь попроще. Ну, что попроще, он мне решил порекомендовать. Он мне, ну, порекомендовал прочитать «Противостояние Кинга», эту толстенную книженцию. Она у меня есть, но, правда, в твердом переплете. Неудобно читать. Но попробуем. Кроме того, Кинга, он мне рекомендует взять «Страна радостей» и «11.22.63». Ни того, ни другого, ни третьего я не видел. Ну, Блейз вот еще вот. Блейза он попросил посмотреть. Ну, Блейза не видел. «Противостояние» — да, возможно. Возможно, как-нибудь я ее осилю, но, насколько я понял из лицензии моего другого друга, это достаточно сложная книга. Длинная и мутная, примерно такая же, как Стивен Кинг «Темная башня». Правда, «Темная башня» мне реально понравилась. Что ж, на этом все. Надеюсь, вам все-таки понравилось то, что я сказал. Оставляйте свои комментарии, ставьте пальцы вверх. И я надеюсь, что скоро мы опять услышимся. Все, ребята, до следующего раза. Покеда!